всем привет с вами Ольга Чернова моя огородная азбука вот луковая тема наверное у нас не закончится никогда только что я загрузила видео где в прошлом году рассказывала и прям показывала как я утепляю перегноем луковые грядки и тут сегодня вот только что пришел комментарий опять на эту же тему Елена Воронецкая спрашивает а вы пробовали укрывать лук на зиму мульчой например листьями соломой и весной не убирать как многие поступают с чесноком пробьется он через мульчу или нет но я и ответила что молодое перо может загнить под листьями и эту тему мульчирования вот всякими листьями растительными остатками лука я хочу вам еще раз показать прошлогоднюю потому что это опасное занятие мульчировать вот листьями или там растительными остатками не всегда приводит к положительному результату но я так делаю в этом году не стала делать потому что у меня из-за белокрылки я убрала все растительные остатки за пределы огороды а вообще если нет белокрылки и есть растительные остатки то конечно мульчировать ими нужно но убирать нужно вовремя вот посмотрите прошлогоднее видео вы поймете почему всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 13 октября я уже показывала вам как я сажу свой лук как я утеплила его вот такими бороздками перегноя и сейчас я начала мульчировать грядку растительными остатками я вам расскажу прям буквально в двух минут в двух минутках потому что начался дождь смотрите мульчировать можно хоть чем можно опилками листвой опавшей растительными остатками различными с огорода ни в коем случае только нельзя вложить сюда помидорную ботву картофельную ботву и огуречные плети рекомендуют специалисты не эмульчировать ими потому что на них на этих растениях возможно те бактерии и инфекции которые могут попасть туда различные грибковые заболевания которые луку потом повредят но если вы будете мульчировать например опилками опять же не рекомендуется укладывать слой опилок пока не наступит похолодание только когда придет холод можно их укладывать потому что сами понимаете слой опилок он сейчас намокнет под дождем если будет стоять теплая погода он начнет там немножко загнивать но как процессы гниения все это в землю будет уходить опять же на наш лук если опилки или какую-то мелкую вот такую вот траву сена то рекомендуется все таки попозже но так как я растительными остатками вот такими крупными буду мульчировать вот у меня гора перцев таких пышных хороших про которые я говорила я уложу наверх и почему я именно такими мульчирую а сейчас вот в один слой наложила маленьких коротких ой витрина потом наложу длинных и сплошным слоем наложу мне можно накладывать их в теплую погоду потому что видите они какие они никогда не спрессуются вот эти вот корявые стебли которые вот больше толще пальца у меня перцы нынче на улице как деревья выросли вот это с открытого грунта настоящие деревья и они даже если они будут не сплошным таким слоем все равно это будет прекрасным таким снегозадержанием не будет выдувать тут грядка никогда голая не останется и тут будет больше такой пушистый снежный сугробик как бы шуба дополнительная для моего лука и вот такими вот корявыми нет не гниющими и не спрессовывающимися растительными остатками можно мульчировать и в ранний период я вот сейчас положу чтобы мне потом по холоду здесь не ходить не простывать сейчас положу вот такие короткие потом сверху уложу вот такие вот длиннющие друг на друга и вот эту всю кучу буду фигурно раскладывать видите как я ее кладу туда сюда туда сюда чтобы корень был то там то здесь чтобы равномерная была высота и они сейчас друг за друга ну как сцепиться еще почему рано укладываю вон она кошечка ходит кошки уже начали раскрывать мою грядку и там где я посыпала перегноем где перекопала землю они вот на эту рыхлую землю как мухи на мед все сбежались мне кажется даже соседские и вот чтобы эти кошки мне не повредили один год был мне всю грядку испортили кошки я сразу сейчас замульчирую то есть все вот эти перцы которые я вырвала в теплицы которые мне уже не нужны я буду сюда вот так вот укладывать укладывать потом может быть еще пройдусь поперек все вот это будет мое мульчирование я надеюсь что после такого что я перегноем немножко утеплила потом положу вот эти растительные остатки после такого укрытия у меня лук не замерзнет посмотрим на будущий год весной покажу до свидания у нас очень плохая погода все кончился теплый период и я так удачно посадила лук на солнышке теперь наступает холод нынче нас порадовала и так природа хороший длинный осенью теплый пора и меру знать до свидания